я ктулху всем ребята что ж мы значит должны искать там какие-то дела до отыгрывая за медсестричку прикольно то что ты тут может играть за нескольких персонажей но здесь на что узнать в чем прикол мари колден да я так я просто посмотрел чисто на ю тубе а то есть длительность прохождения других ю туберов я не смотрел само прохождение то есть просто количество выпусков после этого в основном 11 выпусков 12 там 14 то есть принципе скорее всего что мы уже где-то недалеко от финала и поэтому я понимаю то что здесь уже особого экшена не будет то есть это полу то чего вот не хватает этому новому кого в ктулху просто старом помните там тоже была и атмосфера хорошая да там и сюжет вполне неплохой и порой эти перестрелки там бывали лишними я помню их там порой слишком много как-то засовывали получался чуть ли не какой-то call of duty никого в ктулху да но в целом просто момент с побегом в самом начале игры помните о тех поехавших ребят а на корабле классный момент битва с догоном или когда жрецы на нас опускали эти волны тоже было классно ну да это было реально незабываемый вот мне кажется что-то того новых новому кого в ктулху как раз и не хватает вот возможно блин динамичности больше какой-то да там он что и хорошо смотрите что у нас братишка сюда писал каков до динамичности какой-то экшена перестрелок вот этого как по мне реально новому кого в ктулху не хватает то есть в основном то здесь просто вот ходишь по помещениям от кого-то там прячешься время от времени да исследуешь всякие документы при этом играть интересно то есть я никогда не скажу то что играть уныло и игра классная очень атмосферная это да но просто вот ей не хватило вот как по мне вот только экшена более длительного сюжета больше вариантов там возможно в тех же диалог возможно какие-то побочные квесты чтобы были было бы тоже классно да как по мне этого еще не хватило до больше свободы действий чтобы не было такого что просто из локации в локацию переходишь да и вот какого-то экшена и тогда был бы просто шедевр возможно на века а так просто хорошая игра получается да но правда очень атмосферная чем охрана берет основа это именно атмосфера тут атмосфера здесь вообще 20 из 10 просто неизвестное лекарство судя по остальным она обладает сильными побочными эффектами проберитесь кабинет фуллера хроническая бессонница как у половины острова братишка вроде бы уснул мне реально кажется то что это медсестра нас потом в итоге сдаст честно как этот докторша странное ты понимаешь где ты находишься в какой-то опасности и ты какой-то тёлки рассказываешь о своих планах причем зачем сонная лихорадка что тут делают а что значит сонная лихорадка этого наоборот типа все миспитере что доктор прошу грудь вливание разбавленного физи физиологического раствора кажется не помогает у него фибрилляция желудочков сестра дебора помогите мне пожалуйста уровень калия слишком высок замените на двухпроцентный раствор глюкозы с инсулином кальцием и бикарбонатом натрия немедленно этим займусь спасибо он ваших руках игра сохранена братишки он на приеме сидят да я еще маленько кашляю вы уж извините ребятушки он сломал спину в результате несчастного случая в доках китобойная станция что со мной о чем вы говорите а доктор то вы да это доктор колден расскажите мне что произошло это все старые китобойная станция видите бутлегеры которые засели контрабандисты нет не они они не заходят в эту часть острова все на своем месте капитан с одной стороны кет с другой а я что ж я был на китобойной станции а что вы там видели вообще ничего пол весь прогнил и я провалился так вы и сломали спину понятия не имею потерял сознание ясно вот это тетка ее уже поместили миссис сандерс да и она уже в больнице все пиздецы до нее добрались почему никто мне не сказал что ее поместили к нам в карте описывается состояние в котором ирэн сандерс поступил реверсальский институт а также лечение которые было назначено фуллер дописал примечание он рекомендует перевести его психологи психиатрическое крыло чтобы обеспечить необходимые тишину и покой в общем телка тоже уже пропала даже на этого братишки это как у нас если в больницу попадает что все пиздец у нас тут у нас получается ты попал больницу и пока есть его сиденье не выкачу тебя не отпусть а да здесь вот у них немножко другая тема можно доска что еще хуже чем у нас до что ребятишки занимайтесь лучше самолечением да но его нахер эти больницы интоксикация отдыхания органических паров снова бессонница нужно понять почему она так часто встречается доктор кода вот ты где он наконец-то этого пациента опять перевели психиатрическое крыло мы проводили назначенное вами лечение но дисгезия не проходит и он сильно потерял весе мы не смогли перевести из-за стресса у него началась сильная аллергия я должна смотреть вас вы понимаете кого тему дозу пенту барбитала внутримышечно чтобы смогла провести клиническое исследование он так сильно прикусил губу что она до сих пор кровоточиться белая пена очевидно из-за обильного слюноотделения а не все кровавые раны перебинтованы и так доктор снова будем делать с этим пациентом с этим пациентом плохо обращались что еще можно сделать попробуй продолжим обрабатывать его раны вы хорошо потрудились танквилизатор начал действовать теперь можно дезинфицировать и привязать его раны спасибо доктор а что с потерей веса а вот здесь ези я пропишу ему противогрибковая а пока назначу назначай внутривенное что там все сделаем так еще одного братишку подлечит до палаты довольно таки большие есть тут где походить чё посмотреть 4 меня я могу вам как-то помочь мы ждем новости по поводу нашей матери она поступила сюда почками но с тех пор мы ничего не слышали мне очень жаль доктор фулер очень занятой человек а кого-то другое не может рассказать нам что происходит у нас кроме нее больше никого нет а мы даже и медицинскую карту посмотреть не можем не волнуйтесь я знаю что прием посетителей в нашем институте надо оставлять желать лучшего но ваша мама хороших руках я сама смотрю ее немедленно сообщил результаты вас это устроит у это было прекрасно доктор спасибо но это просто слова поэтому мы с места не извинился прекрасно значит я буду знать где вас найти так незначе надо смотреть их и маму я вроде бы то сатире видел какую-то старушенцию где-то да вот полу тут а вот поход не она а вот и хардинг она все еще спит судя по ее карте нефть нефти кто не была неизбежной на фуллер сумел спасти почку это все что я должен был сделать да погнали скажем то что почку спасли мужики так доктор вы смогли смотреть нашу матч так я ее видела с ней все в порядке ее анализ крови меня обнадежил а почки как новенькие мы говорим об одном и том же человеке это же чудо она пока проходит себя после операции но вы сможете поговорить с ней после пробуждения о спасибо вам огромное доктор мы подождем когда она проснется но все равно сидим здесь все утро так что нам спешить некуда хорошо то кухня борщи тут варят первое второе пациенты и весна персонал больницы питаются одним и тем же увидеть какой какой-то все по-честному до одним и тем же одна еда для всех не могу понять куда мне идти если честно это маленький тихий городок проходят дни похожие друг на друга я хотел добиться большего но ясно братишка я не уйду пока не узнаю что прячет фуллер куда ушла моя невеста надеюсь эти психи перестал окружать ее работой братишка себе нашел невесту медсестру не поймай почему нас заставляют так долго ждать почти пациентов опять этот браток это мария что вы тут делаете что лекарство конечно же а что я пропишу вам что-нибудь медицина мастер мы уже об этом говорили вы не умеете лгать вы не умеете лгать давайте попробуем психология мастер это так очевидно только мне я знаю что вы беспокоитесь из-за меня я вам доверяю я рад вас видеть я рада этом это все ну есть еще кое-что я не уверен говорить у меня кошмары они дают не дают мне заснуть каждую ночь я знаю звучит глупо но они просто ужасны вообще-то вы не один такой нет один никто и никогда не видел того что вижу я я словно схожу с ума сами последние дни столько всего произошло не уйдите не удивительно что вы переживаете возможно все на острове мучаются кошмарами самом деле у нас больше не осталось лекарств тогда прошу прощения у вас наверное много работы берегите себя это и вы себя море так и братишка все равно сел назад да айчас бабулька доктор колден сюда хотели поговорить с ней короче а не о чем да хорошо песня о его карта за не заполнено что фуллер с ним сделал история болезни эдварда пирса это очень странная карта она не полностью заполнена и в ней отсутствует информация о лечении стандартные требования не соблюдены ключа от котельной нет все доносит ключ с собой так от их счет спасибо за помощь доктор спасибо пока не закончил инвентализацию никто ничего не получится прошу вас если будете не мешать я спросить быстрее ну кончай качать свою инвентализацию операцион невозможно войти после операции 5 часах мы нельзя поговорили о вот томас фуллер вот вот его кабинет хорошо мне ничего делать котельной тут все заперто короче говоря так понял да о фармации да ладно врешь я видела графики дежурство она снова воду в ванной и она до сих пор ничего не сказала старая вебина донаван ох ты себя послушала ах ты противная девчонка она не сказала такое впечатление что она просто не смеет ей рассказывать это глупая гусыня позволяет вытирать из себя ноги ну чтож по крайней мере какое-то время не придется делать уборку будем ждать и смотреть когда вода отключится в следующий раз просто церковь дозы который назначает фуллер слишком высокие рецептом барбитурат выписанный доктору фуллером у нас кончается это лекарство я знаю доктор мы отправили банк заказа на месяц донаван его отклонила снова вы ничего не можете сделать доно он получает инструкции напрямую доктора фуллера боюсь сейчас сейчас я ничего не могу сделать мы уже несколько дней ждем пополнения запасов своей псевдонаучной книги чезария ламброза демонстрирует связь между морфологическими признаками индивида и его при преступными наклонностями серьезность исследования впечатляющие примеры могут обмануть не с ведущего читателя какую-то книжку взяли были еще столько вариантов куда идти я честно просто не понимаю зачем нам это до кабинет фуллером уже нашли то есть какой смысл нам исследовать остальные комнаты и практически в каждую можно войти обратите внимание такой моментик любопытный дать походим получим может быть какую-то информацию кто его знает может что-то интересное найдем хотел пока что что там и она вот что то есть в этой книге по как в словаре в алфавитном порядке перечислены всеми этот методы лечения известные практикуемые современном мире в каждой статье указаны крупнейшие труды по теме и наиболее авторитетные имена пусть какой смысл мне допустим сейчас в этих находках книг до персонажа ведь мы уже не прокачиваем как допустим это было спирс там еще сыграем за другого персонажа у которого медицина и так мастер ты как от медсестрички что она скажет у меня на вас мало времени доктор вы еще поймете что делать есть не только у врачей подождите этого ты это куда доктор коллен миссис донаван никто не должен заходить кабинет доктора фуллера я скажу ему что вы заходили в этом нет необходимости спасибо я тем не менее все ему доложу и 1 хрена а так это есть ко мне доктора фуллера но он но она у нас не пускает да хорошо ну мы что еще дверь видели да то есть можно через дверь и просто зайти хорошо может плохо что я спалился до этой дури как думаете элизабет как ты почему эта комната в таком состоянии потому что я как всегда убираю в ней сама а воду сегодня утром опять отключили мне снова пришлось побеспокоить миссис донова и дать ей повод по унижать меня а зачем было этих дней я не могу принимать такие решения без ее одобрения представьте что было бы будь там утечка как бы то ни было котельная почти все время закрыта и каждый раз когда воду выключают я должна идти к ней терпеть ее брань пока она не устранит проблему понятно не у него элизабет спасибо доктор а вот видите дополнительное здание отвлеките донован отключите воду а то есть мы сейчас по входу не сможет туда попасть это штука довольно капризная если я правильно поняла то есть принципе все ясно в этом опять братишки вернулись судя по всему мы через кабинет уже сейчас не попадем правильно давай сейчас попробуем бойлер у ну да буду надеюсь что ясно пройти через офис администрации то есть вода у него закрыта администрация открыто мы не можем пройти через эту дуру хорошо она нас не пускает но она дает лечь тем чтобы вырубить воду как нам вырубить воду как труба идет туда так потом вот 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 и туда да ну да в бойлер ну а как не попасть бойлер ну блять ключа то ведь нету сука носят ключ с собой так чем теперь делай доктор фуллер становится ключ с собой то снял найти этого доктора фуллера где-то или что посудим не выискать чувака плющит вообще привет бить его я ищу ключ от котельной отлично зачем что положить его на место может быть у вас мне тоже стоит поставить на место прошу прощения я подозреваю что вы слишком много развлекаетесь за счет или забыть но имейте ввиду вполне возможно что завтра смеяться будут уже назвали вы правой доктор ключ кабинете при палате в блоке б спасибо пойду заберу его так в палате в блоке b и себе блять еще знал что это за блок б а вот блок б палате в блоке б до ну и где он блять я еще немного посплю ну поспи поспи братишка дело твое блять ну да вот блок б только одежь ключ непонятно все равно в палате в блоке б ключ кабинете при палате ба в кабинете при палате в блоке 2 ба в кабинете при палате в блок б ба в кабинете при палате блока б акуй тут кабинет дико он кабинета блять нихуя нему понять это уже типа я к выходу иду до флис и оперативного местного эксцесса полопрессия 4 не врубаюсь как иди его искать если честно она так сказала как то блять ну вот блок б в кабинете при палате в блоке б это какой тут кабинет блоки б тут нет нихера вообще ничего то что там уже блока чуть левее помните ну да вот это уже блока вот тут никаким кабинетом не пахнет вот я живу блять почти все все моменты в игре этот тебе надо что-то искать ходить и честно говоря сейчас я вообще не будите чучу искать а вот может быть этот рабочий стол вот наверно да вот здесь где-то да так отключить воду и надеяться что донова захочет наживку так одея это котельная так сторожи рум басрум администрация так сторожи рум басрум администрация походом делать больше нечего кроме как потянуть этот вентиль полными руками крайне закрыть нужен какой-то инструмент боляй да вы позаебали если честно какой просто инструмент для того чтобы перевернуть вентиль я честно говоря еще в этом плане не очень понимаю ну да какую стройшую вентиль перекрутить найдите подходящий инструмент она и корысть догадываюсь наверно то знаете где там была комната блядь только вспомнить бы диана до комната типов которые вентиляции еще проводили помните вот мне кажется что это где-то там по-любому блок б вот здесь повода мне не это китчин вот сторожи рум а че такое а это тузик а вот ага вот до разводной ключ хорошо так разводной ключ блять одишь эта херня давай тетка а афилки и партнеза пара не где-то пыши и вина спереди перед риза бы для всем не нужно попасть в этот ебучий кабинет как о чем она не идет а вернитесь к элизабет то есть наверно сначала не поговорится элизабет да и что кажется у нас было с водой я как раз хотел об этом сказать похоже я снова отключили я больше не могу море я сейчас взорву ты нею а то в том что у нас плохие трубы но накажут все равно меня потому что мне придется ругаться с этой старой ведьмой не унывай элизабет вот так и на этот раз придержи язычок давай тетка тащи так сказать я заняты или ты или забыда дома мне по поводу воды что теперь ее отключили я не виновата ты никогда ничего не виновата я горю о тебе следить за напором хоть я и знаю что у тебя плохо получается я уже тысячу раз извинялась как по мне меньше но у меня нет времени на подсчеты в отличие от тебя прошу вас миссис донова не благодарна вам за то что вы оставили меня несмотря на произошедшее но мне просто нужно чтобы снова включили воду иначе ванная превратится в рассадник микробов хорошо я закончу дела потом исправим твои ошибки в который раз спасибо вам здесь глаз моих и девушек поболтай с товарками у тебя это лучше получается ты качет дура не уходит я не понял это бах какой-то или мне надо куда-то таять и не упаять и насчет не уходит да он так стоит он на месте а вот что нам сюда надо вот кабинет этого фуллера наконец-то пропавшие карты должны быть где-то здесь что-то с этим мечтами не так это какая-то хололомка ага ого мачтами вернее не так так ладно это все что тут есть да получается ну вроде бы когда синдром стендаля конечно же вот где фуллер нашел диагноз францису сандерсу исследование синдрома стендаря достаточно редкого психического заболевания устатающих такого синдрома людей появлялись психические отклонения связаны с воздействием произведений изобразительного искусства я так понимаю что это должна быть картина просто этого корабля да как он типа должен выглядеть и мы должны на поставить так как на картине но я счет этой картины не вижу вот чем проблема вот раз какая-то картина но это не то на 2 просто фотография этой больницы вон какая-то картина там 5 корабля нет и вон опять такая же ты сиди нет этого корабля я честно говоря не понимаю туда что же мне туда сделать как мне нужно выставить мачты где подсказка это проблема блять блин чёт фонаря что ли как тогда делать something is wrong with this mess it's some sort of puzzle а а карты пациента его правда то есть она был паруса поставить так что типа ветер дул в сторону и он типа как плыл да то есть принципе сложного ничего интервью сары хокинс этот цилиндр был спрятан в офисе фуллера он записывал свои воображения по соображения по поводу одного из множества сеансов психоанализа которого он подбирал сару хоккейс сюда надо поставить до заключение сеанс номер 17 пациент сара хоккейс пациентка похоже наконец-то смирилась с иллюзорной природой того что она называет мифом очевидно что ее необычный бред это цена которые приходится платить за исключительный дар почему доктор фуллер пишет психологический отчет о саре хоккейс поначалу я предполагал что ключом ко всему является ее кровь но я не нашел ничего что объясняло бы способности миссис хоккейс так вот еще что-то бедняга бедняги внизу не единственные пациенты фуллера потом пришел взбешенный джеймс чарльз что-то от него скрывал плагаю рано или поздно он попытается вломиться в подвал я к этому готов хоккейс фицерой и фуллер что их связывается какая удача чтобы не хватило ума разместить морг в подвале когда шум вокруг дела хоккейсов утихнет я избавлюсь от ее вещей а пока они будут спрятаны у всех на виду так что там еще и должен посмотреть а конечно же это связано с сарой хоккейс кефек сары нужно вернуться в подвал игра сохранена так вернуться в подвал а из какой двери выходить так тут заперта лучше пойти другим путем но варианта больше не только эта дверь остается смотри меня кстати они спалили я че думал что я сейчас выйду и тут прям я уже буду ждать этот доктор да так а вернуться в подвал это как ребята где этот подвал психиатрическое крыло а вот эту инвентаризация этой телки до медицинной мрачной науки в этой очень интересной книге предназначена для широкого круга читателей описано как непризнанные науки влияли на современную медицину магнетизм народная медицина китайская акупунктура гипноз лечение травм и алхимия и многие другие методы внесли свой вклад в медицину начале нашего века да я чуть не очень понимаю где мне найти то психиатрическое крыло может имеется ввиду вообще вернулся к этому нашему чуваку как думаете где он там лежал не нифига фармацы разные блоки но это выход дэвз нювэй амзифинг антилай файпат фула из айдин старый это операционную так и операционную так это же кабинет этого но боёба это администрация ну басрум басрум администрация а сюда что ли а какие мрачные ступенечки это что где-то внизу помер тут братишка да без глаза и забыл его зовут да атмосфера классная конечно прям приходишь сюда лечиться и сразу понимаешь что здесь тебе помогут несомненно а а а вот теперь я узнаю свою мари я знал что могу рассчитывать на вашу научную любознательность пришло время показать вам то что вы так отчаянно пытались разнюхать ну в принципе этого я ожидал то что просто я думал что это прям у меня возле кабинета уже будет ждать но видите оказалось чуть позже если хотите представить меня по крайней мере имейте смелость взглянуть в него глаза поворачивайся медленно о это этот дрейк говори грязный мор или клянусь я выстрелю так вы не убийца красноречия нужен мастер вы об этом пожалеете силой эксперт опустите пистолет или я убью вас только вот вот пистолет у меня да пока ладно я просто вынужден защищаться почему книга была в сейфе вы читали ее ответьте на вопрос это было очень глупо теперь вы не сможете противиться его воле что она вам показала оккультизм мастера мне не хватает давайте скажем там была мари колден она пошел в кабинет фуллера она искала труп сары хокинс вы сказали сары хокинс вернемся к началу хорошо ищу все же жизнь некромоникон решил вам показать доктора колден она была в риверсайдском институте она в опасности мне нужно идти стойте никто не разбирается в оккультных науках лучше меня вам может потребоваться моя помощь да хорошо вы прям можете мне пригодиться отлично тогда встретимся в особняке хокинсов позже нет идите спасайте доктора спасибо дрейк ну братишка сам вообще поехал поехавший педаль вообще в топилы катится девятая глава приверсайский институт доходы с этой мари еще все было нормально да там в этой больнице не так много хороших врачей да и видите на медсестрой зря решила у нее она нас сдала мы сами попались этому высенькому доктору кстати забавно вот я что заметил всегда вот а фильмы ужасов либо какие то хорроры всегда злодеи в больнице это старший доктор и всегда он лысый почему то я вспоминаю тот же проклятый остров да там с дикаприо проклятые да ну хотя там сложно было сказать как он там больной не больной он там был вернее злодеи не злодеи но там тоже был лысый доктор помните еще один фильм ужасов кстати говоря был про псих лечебный суде тоже был лысый доктор типа корень всего зла и вот такой вот забавный момент вечно лысый доктор как правило в очках он типа главный злодей в этих больничках и здесь вот тоже я вот только не понял там же в больнице лежал я когда я смотрел эту историю колден до доктора и типа я там был мутировав шею вот это мне немного непонятно это событие будущего или настоящего если настоящего то почему я сейчас не в больнице лежу да то есть тут немножко как-то для меня это все непонятно я молюсь о том чтобы колден была здесь живой и здоровой игра сохранена кстати я че еще хотел все посмотреть а че обучение у меня у меня есть очки обучения кстати говоря но она давайте это потом рассудок вот рассудок насколько я поехавший а вот видите то есть молот твари я находил чтение не могу некроманекона встреча с бродягой страшное открытие ритуал кошмары то есть пока что у меня уверенность видит этого завитушка да вот и такая на канара дойдет вот досюда то типа мне будет пиздец да теперь ясно то есть пока что у меня еще рассудок вроде бы как крепкий ладно ребятишки давайте мы тогда на этом нашу пусть закончим следующем уже пойдемте искать эту море колден мы будем надеяться что мы успеем ей помочь до ямка всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока